Добрый день, друзья! Я собрался рассказать о будущем космонавтики. Вот именно, о будущем. Насколько это сложное дело, вы понимаете, всегда трудно угадать, что у нас впереди. И вот я подумал, а если бы эта лекция состоялась полвека или три четверти века тому назад, смогли бы мы угадать будущее космонавтики? Представьте, 1933 год. Только-только первые инженеры и фанаты этой будущей профессии, строители ракет, сделали вот такую маленькую ракету ГИР-10 в нашей стране, в Санкт-Петербурге. Сделали, запустили. И как бы они могли себе представить развитие этого направления техники, ну, на 10 лет вперед. Прошло даже не 10 лет, менее того, и появилась гигантская по тем временам ракета Фау-2. Ее создали немецкие инженеры. Но у них не было выхода. Тогда Германия проиграла Первую мировую войну, и ей запретили строить мощные артиллерийские установки. И в поисках выхода было решено направить свои усилия на строительство ракет. И вот тогда и была создана, по сути, современная баллистическая ракета Фау-2, с которой начался прогресс космонавтики. Очень короткий период понадобился, чтобы сделать принципиально новое транспортное средство. А вот на этой картинке я попробовал нарисовать график того, с какой максимальной скоростью передвигался человек в те или иные периоды истории. Ну, исторические периоды нас не интересуют. Человек бегал только на ногах собственных или на ногах лошади. Но это все в масштабах данного графика. Ноль. Затем в середине XIX века появился паровоз. Он поехал быстрее. Затем в конце XIX века, в начале XX появился автомобиль. Он поехал еще быстрее. Появился самолет. И вот вы видите, что график оторвался от нуля. Но самолет набирал скорость. И в конце 50-х он уже летал со скоростью в несколько раз больше скорости звука. График пополз вверх, но очень медленно. И вот этот рывок, колоссальный рывок для человека, для пилота, произошел в 1961 году, 12 апреля, когда Гагарин сел верхом на ракету. Это страшное дело, сесть верхом на сотни тонн взрывчатки. И полетел. Вот этот рывок, это то, чего не было в истории человечества никогда. И я думаю, долго еще не будет. Ну, говорить, что никогда не будет, я не решаюсь, но долго не будет. От скорости в тысячу километров в час человек разогнался до скорости в 24 тысячи километров в час. До первой космической скорости, орбитальной скорости полета вокруг Земли. Следующий рывок произошел в 1968 году, когда трое на Аполлоне-8 отправились к Луне. Ей, этой ракете, уже понадобилась скорость вторая, космическая, чтобы покинуть пределы гравитационного взаимодействия с Землей, гравитационного плена земного, не оторвавшись от него долететь до Луны. Это, конечно, тоже огромное техническое достижение, но не такое великое, я бы сказал, как достижение 1961 года, которое совершил наш народ, наши инженеры, Королев и его соратники. Ну и Гагарин, который рискнул сесть на ракету впервые в истории человечества. А потом нет смысла рисовать график дальше до нашей эпохи, потому что люди быстрее не летали. Вот я, например, очень рад, можно сказать, даже счастлив, что моя жизнь как раз пришлась вот на эту эпоху человеческой эволюции. наша цивилизация не знала ничего подобного до и долго еще не будет знать ничего подобного после. А почему я эту картинку, фотографию, точнее, положил сюда? Ну, вы знаете, это знаменитый обелиск рядом с ВДНХ в Москве. Он мне очень нравится. Он простой и очень выразительный. И его форма как раз напоминает форму этого графика. Стремительный взлет вверх. Взлет графика и взлет ракеты. А что было потом? Потом следующий рывок космонавтики тоже трудно было прогнозировать в годы полета первых космонавтов на одноразовых ракетах. Следующий рывок произошел в 80-е, когда сначала в США, а затем и в СССР создали многоразовый транспортный космический аппарат «Шаттл» или наш «Буран», которые, в общем, были аналогичны, почти одинаковые по конструкции, и они впервые смогли многократно подняться в космос. Кто мог тогда прогнозировать будущее космонавтики? Ну, очевидно, каждый бы сказал, все, мы наладили многократное транспортное средство, мы его создали и никогда от него не откажемся. Чем дело закончилось? Наш «Буран» и американский «Шаттл» перестали летать в космос. Ну, надо сказать честно, «Шаттл» свою программу выполнил. Он 30 лет работал на космонавтику, и на самом деле с его помощью было осуществлено очень много полезного в космосе. Достаточно вспомнить космический телескоп «Хаббл», который без него в космосе не оказался бы, а оказавшись, не смог бы полноценно работать, потому что к нему на борту «Шаттла» летало несколько ремонтных экспедиций, которые довели этот телескоп до высочайшего качества, и мы им сегодня пользуемся. Так вот, эпоха «Шаттлов» закончилась. Оказалось, что это слишком тяжеловесный аппарат, у него слишком большая грузоподъемность, и это слишком дорогое транспортное средство, ну, по современным понятиям. от них отказались. И вот эта гигантская конструкция, это наш буран, которую люди создавали с огромными затратами усилий, средств, жизней инженеров и рабочих, перестала существовать, по крайней мере, в нашу эпоху. Почему? Да потому что микроэлектроника позволила создавать очень миниатюрный космический аппарат. Вот перед вами полноценный, ну, или не совсем полноценный, но, в общем-то, способный выполнять некоторые функции в космосе, самостоятельный спутник. Вы его держите в руке. Он весит примерно полкило. Его размер, ну, объем, один литр, как бутылка с молоком. И такой маленький, конечно, не требует гигантского, тяжеловесного и очень дорогого транспорта для доставки в космос. Сегодня мы запускаем с борта, например, с борта МКС просто пачками, просто вот как из пулемета стреляем этими спутниками. Они дешевые, они вполне годятся. Это наноспутники, микроспутники, годятся для выполнения некоторых функций. И, конечно, транспортное средство для этого должно быть сравнительно дешевое, сравнительно малогрузное, и такие легкие ракеты создаются. Ну, Айлон Маск даже умудрился создать многоразовые ракеты, способные запускать сразу десятки спутников на орбиту. Его система космического интернета сегодня обогащается при каждом запуске ракеты примерно шестьюдеся новыми спутниками. Пойдем дальше. Это все о том, что очень трудно прогнозировать будущее космонавтики. А космический туризм вообще приходил кому-нибудь в голову? Ведь каждый полет человека на орбиту сегодня обходится примерно в 50-60 миллионов долларов. Это цена запуска человека на МКС. Конечно, туристам такое не по карману. А оказалось, что можно запускать людей в космос, но ненадолго. И вот знаменитый авиаинженер Барт Рутан создал такие гибридные аэрокосмические системы. Самолет удивительного внешнего вида несет под собой ракету, а потом ракета стартует в стратосфере из-под него и выпрыгивает в космос. По баллистической траектории она не выходит на орбиту, она не доставляет на МКС будущих космонавтов, но она дает возможность человеку, заплатившему сравнительно скромные деньги, ощутить себя на несколько минут, на несколько десятков даже минут, если учитывать подъем и спуск, полноценным космонавтам ощутить невесомость, посмотреть на Землю со стороны. Ну, это вполне себе туризм космический и малозатратный при этом. Бартрутан развивает эту технику, сегодня новый носитель White Knight 2, Белый Рыцарь 2, он уже более грузоподъемный и под ним ракета более мощная, способная не двух человек, а шесть или семь, по-моему, сейчас человек, берет на борт. И космический туризм это вполне рациональное предложение для многих, о котором еще несколько десятилетий назад даже невозможно было мечтать. Вот такой аэрокосмический комплекс сегодня практически доступен для любого, кто скопил несколько десятков тысяч долларов. Представляете, вот так на ракете вы устремляетесь в космос и в течение примерно десяти минут ощущаете себя космонавтом. Смотрите на Вселенную не сквозь атмосферу, а прямо из вакуума, смотрите на Землю сверху, ощущаете ее как планету и сразу убеждаетесь, что она не плоская. В общем, это интересное направление, о котором трудно было мечтать, даже мечтать было трудно еще в 70-е годы. Теперь Луна. Какие прогнозы относительно Луны? Вообще с Луной нам повезло. Это находящаяся рядом с нами почти полноценная планета. Небольшая, лишенная атмосфера, но во всех остальных деталях она вполне соответствует названию планеты. Пусть это будет планета спутник, она спутник Земли, но она достаточно крупная, у нее геологическая история, у нее геологическая активность наблюдается. И вообще Луна замечательный объект, можно сказать, наша запасная лодка. Вот места на Луне, где прилунялись и работали советские и американские автоматы и американские астронавты. У Луны еще много загадок, и мы только прикоснулись к одной из них, а именно к обратной стороне Луны. Честно говоря, когда впервые в 59-м году была сделана первая очень некачественная, но тем не менее потрясающая фотография обратного полушария Луны, мы сразу ощутили, что она загадочная. Посмотрите, видимая сторона богата лавовыми морями. Сегодня они уже застывшие, но когда-то были жидкие лавовые моря, а на обратной стороне их нет. Это загадка, которой до сих пор нет объяснения. И вот наконец-то 6 лет назад, ну, скоро, да, теперь уже, наверное, надо сказать, 7 лет назад на обратной стороне, а, нет, прошу прощения, 7 лет назад китайцы только на видимой стороне опустили свой первый аппарат. И надо сказать, если бы меня спросили, ну, скажем, в 2005 году, каковы перспективы китайской космонавтики, я бы скромно пожал плечами и ответил бы, да, особых перспектив не наблюдаются. А сегодня китайцы в последние годы единственные, кто успешно осуществил три посадки на поверхность Луны, а одна из них даже закончилась тем, что аппарат взлетел, вернулся на Землю и доставил образцы лунного грунта. Это вообще фантастически сложный технический эксперимент. Китайцы сели на видимом полушарии Луны и даже доставили туда впервые полноценный ультрафиолетовый телескоп. Там же нет атмосферы, и можно наблюдать в ультрафиолетовом диапазоне. Правда, первый луноход китайский оказался не очень надежным. Он проехал не так много и сломался. Хотя потом, стоя на месте, лунных дней, то есть несколько месяцев вполне работал. Но потом китайцы совершили совершенно неожиданный для всех эксперимент. Они отправились на обратную сторону Луны, туда, где еще никто до них не был. Ни советские, ни американские, ни спутники, вернее, ни посадочные аппараты, ни астронавты не летали на обратную сторону Луны, потому что, находясь на ней, вы теряете возможность прямой радиосвязи с Землей. А это опасно. Так вот, китайцам пришлось сначала запустить спутник-ретранслятор, который одновременно, постоянно видит и обратную сторону Луны, и земной шар. И с помощью него транслировать, управлять и транслировать данные с аппарата, опустившегося на обратной стороне Луны. С него съехал небольшой китайский луноход. И он оказался намного надежнее и эффективнее, чем первый китайский луноход. Он до сих пор работает, уже несколько лет. и у него есть уникальные приборы, например, георадар, который просвечивает недр Луны на глубину в десятки метров, чего до сих пор никто не делал. Конечно, экспедиции людей на Луну — это вообще апофеоз космонавтики, это ее наивысшее достижение, если говорить о пилотируемых полетах. Никто, кроме американских астронавтов, не покидал пределы гравитационного плена Земли. Никто не отправлялся вдаль от Земли и не опускался на соседнюю планету. Они молодцы. Они это сделали давно, с 1969 по 1972 год. Там было шесть экспедиций на поверхности, то есть 12 человек работало на поверхности Луны, это замечательная история. Почему мы, я имею в виду человечество, не продолжаем эти экспедиции? Ну, они очень дороги. В то время на них не жалели деньги, потому что это была идеологическая задача, была конкуренция двух экономических и политических систем СССР и США. И тот, кто впервые решил бы эту задачу, доставить человека на Луну и вернуть его живым обратно, он бы в глазах всего человечества оказался впереди по своим политическим, экономическим, социальным достижениям. Американцы смогли это сделать. Мы от них тогда отстали и решили не продолжать эту программу. Вторыми никому быть не хочется. Но почему мы ее не продолжаем? Мы или американцы, или китайцы сегодня, по прошествии полувека? Во-первых, у нас нет такой мощной ракеты, какая для этого требовалась. ракета Сатурн-5, ее уже воспроизводить никто не будет. Но делают сегодня и американцы, и Роскосмос, и китайские инженеры пытаются создать мощные ракеты. И, кстати, Илон Маск как частный предприниматель. Видимо, ракета будет скоро создана. А на чем летают космонавты? На вершине ракеты находятся космические корабли. Ракета ведь работает 10 минут и нет ракеты. А дальше летит космический корабль, внутри которого космонавты. До сих пор создаются аналоги того первого корабля Аполлона, на котором когда-то американцы летали на Луну. Эти аналоги делают частные предприниматели. Лед Дрэгон. Это Илон Маск делает. ССТ-100 и Орион это государственные программы. НАСА их делает. Слева вы видите тот старый классический Аполлон, на котором когда-то летали на Луну. Вы видите, масштабы одни и те же. Вес один и тот же. Значит, возможности у этих, у перспективных аппаратов, которые в ближайшие годы полетят, Дрэгон уже летает, но вокруг Земли. Они примерно одинаковые. Конечно, современная электроника создает некоторые удобства космонавтам. Ну, например, когда американцы летали на Луну в 70-х, один из трех членов экипажа вынужден был оставаться на орбите вокруг Луны и управлять кораблем, а двое других на посадочном модуле отправлялись на поверхность Луны. Сегодня этого можно избежать. Сегодня корабль самостоятельно может летать вокруг Луны и дожидаться, пока весь экипаж, спустившись на Луну, поработает, а потом поднявшись перейдет в транспортный корабль. Сегодня у нас автомобили без водителя ездят. Только что по дороге в Гаиш, где я работаю сейчас, я видел беспилотный аппарат Яндекса, автомобиль в смысле, который бороздил дорогу московскую без участия человека. Так что и космическим аппаратам это, конечно, нетрудно сделать. Но в остальном они практически аналоги того первого Аполлона. Да, современный корабль в принципе готов был бы доставить человека не только на Луну, вообще говоря, и на Марс тоже. Но возникает много проблем с полетом на Марс, и мы о них чуть позже поговорим. Такой маленький корабль вряд ли совершит этот перелет. А значит, и ракета для него нужна более могучая, более грузоподъемная. Что касается работы на поверхности Луны, то до сих пор функционирующего лунного модуля, то есть для посадки, для жизни там, для работы и для взлета обратно наверх, на орбиту около Луны, до сих пор никто не создал. Есть пока только проект. Вот в проекте у американцев есть такой более тяжелый лунный посадочный модуль, который для четырех человек, для полноценного экипажа сможет на месяц предоставить условия жизни. Это, конечно, здорово. У Аполлонов максимально длительные экспедиции были трехдневные, трехсуточные. А месяц вчетвером на Луне, конечно, можно совершить гораздо больше интересных экспериментов. Ну, посмотрим, пока он еще не сделан и не испытан в космосе. Ну, а орбитальный аппарат, кстати говоря, в отличие от предыдущих, снабжен уже панелями солнечных батарей. Предыдущие пользовались водородными, электроводородными генераторами электричества и долго не могли летать вокруг Луны, а, пользуясь солнечными панелями, конечно, можно долго ожидать, пока космонавт выполнил там свою задачу, ну, месяц-два, сколько им понадобится, и вернуться обратно. Ближайший эксперимент, связанный с Луной, который уже финансируется, в этом направлении работают, это лунная орбитальная станция. Ну, это некий аналог наших станций Салют по масштабу, конечно, масштаб совсем несравнимый с МКС, летающий сегодня, но вот типичный масштаб наших первых Салютов конца 70-х. Такая станция будет летать по орбите, это американский проект, но они приглашают участвовать все космические державы в этом проекте, и нас тоже, по-видимому. Ну, был, по крайней мере, разговор о том, чтобы стыковочный блок делал Роскосмос, но он пока не решил, будет ли участвовать в этом проекте. Зачем нужна орбитальная, если люди уже научились работать на поверхности Луны? А вообще говоря, эта мысль довольно интересная. Дело в том, что нам надо готовиться к полету на Марс, а в полете на Марс много новых препятствий. Во-первых, длительный перелет в условиях невесомости, но этому мы и на МКС можем научиться, и уже научились. Во-вторых, повышенная радиация вблизи Земли она все-таки слабее, чем вблизи Луны. У Луны примерно вдвое выше поток радиации, и это будет некая проблема для астронавтов и космонавтов. Но, пожалуй, самая главная проблема психологическая. Пока вы летаете на высоте 400 километров от Земли, вы все время чувствуете возможность в случае чего опуститься на Землю. Она тут, рядом. За несколько часов вы можете совершить посадку. Но когда вас отправили на оклонунную орбиту, то ни помощи от Земли, ни возвращения на Землю быстрого вы уже не ожидаете. И в каком-то смысле, в психологическом смысле, вы будете ощущать себя как космонавт в межпланетном полете, когда все в ваших руках и никакой надежды на близкую и быструю помощь. Это интересно. Я думаю, такая база вокруг Луны, на орбите вокруг Луны, она вполне имеет смысл, и ее надо создать. Планы нашего Роскосмоса тоже касаются Луны. Мы давно туда не летали. ни на поверхность, ни в виде спутников. Ну вот на этой диаграмме вы видите, как должна развиваться наша активность в исследованиях Луны. В конце концов, в 30-е годы мы собираемся отправить туда человека и основать там небольшую научную базу. Но пока это планы. Правда, работа в этом направлении идет. посадочный аппарат для одного человека на Луну у нас давно уже создан, он давно испытан, ну вот он не пригодился в свое время, но на его основе можно создать более вместительный по видео, на двух-трех человек посадочный модуль. И в этом смысле Роскосмос, наверное, при желании мог бы довольно активно начать свою деятельность. Но есть ли это желание? Есть ли такая возможность у Роскосмоса? Есть ли достаточно грамотное руководство у Роскосмоса? Вот у меня определенные сомнения. Посмотрим, как жизнь покажет. Не только Роскосмос, но и американские и китайские, особенно китайские инженеры думают о том, чтобы отправить людей на Луну. Ну а раз на Луну, значит, надо готовить какие-то лунные жилища. Вот перед нами картинка, изображение такой лунной гостиницы. Конечно, те, кто немножко в курсе космонавтики, понимают, что такая гостиница никогда не будет использоваться на Луне. Дело в том, я уже говорил, радиационный фон на Луне очень высокий. Он даже выше, чем на борту МКС. Вдвое примерно. Может быть, даже иногда и значительно выше, когда вспышки на Солнце происходят. Поэтому такая тонкостенная конструкция вряд ли удовлетворит жителей Луны. Один из выходов, это одно из решений, это покрыть толстым слоем лунного грунта, реголита, такую гостиницу, двух-трехметровой толщины слоя грунта, он, конечно, обеспечит достаточно надежную защиту от радиации. Так что в будущем, наверное, освоение, сначала изучение, а потом, в конце концов, и освоение Луны пойдет более активно, чем это делалось в предыдущие десятилетия. Тут мой прогноз, я надеюсь, будет достаточно точным. И вот какое есть предложение на этот счет. Конечно, засыпать грунтом лунную гостиницу можно, но почему бы сразу не найти под лунным грунтом жилище для космонавтов. И такие возможности открываются. С орбиты около Луны были сфотографированы входы, ну, назовем их так, провалы, провалы в лунном грунте. Мы надеемся, что это входы в какие-то пещерные системы. Скорее всего, это вулканические трубы, которые когда-то лава проделала. Течет лава, верхняя часть лавового потока застывает, становится твердой, а внутренняя жидкая вытекает дальше и остается вот такая труба, твердая труба, но пустотелая внутри. Замечательная перспектива для строительства первых лунных бассейн. Смотрите, как здорово. Прилететь туда, опуститься, надуть там, надуть или из каких-то легких конструкций, соорудить лучше всего, надуть, конечно, почему нет, а жилища, лаборатории, технические сооружения и укрывшись от радиации под толстым слоем лунного грунта, время от времени, конечно, можно выходить туда на поверхность, но лучше этим не злоупотреблять, чтобы не получить большую дозу радиации. Самое перспективное место на Луне это полюса, особенно Южный полюс. Дело в том, что там мы уже нащупали замерзшую воду, лед водяной, он там есть, на полюсах Луны очень холодно, под грунтом тоже очень холодно, и там в виде вечной мерзлоты скопились залежи льда, а лед это вода, а вода это источник и жизнедеятельности человека, и технической воды, и расщепленная с помощью электричества на водород и кислород замечательное ракетное топливо, в общем, вода всем нужна, и многие космические державы уже прицелились в сторону Южного, да и Северного тоже, полюсов Луны, и вот так художник представляет себе базу в кратере, который никогда не освещается прямым солнечным светом, именно поэтому там лежат залежи льда при очень низкой температуре, но, конечно, люди не любят жить в полной темноте, и надо будет как-то поставив на краю, на вал этого кратера осветить, или может быть это будут зеркала, может быть это будут лампы, которые мы запитаем от солнечных батарей, они обеспечат достаточно комфортную жизнь, там же антенны будут находиться для связи с Землей, потому что Земля оттуда естественно не видна напрямую, и вот такие планы по освоению полюсов Луны, они сегодня не только обсуждаются, в этом направлении движется космическая техника. Недавно я увидел старую картинку, это фантазия художника конца 50-х и начала 60-х готов. Кстати, я так и не смог найти имя этого художника, если кто-нибудь из вас поможет мне в этом, я вот погуглил, но никак, не находится источник этой иллюстрации, но точно знаю, что она где-то в конце 50-х была сделана. Так вот, посмотрите, художник тут многое угадал, вообще иногда художники бывают грамотными в области техники и даже астрономии, а очевидно, что база, ну или место прелунения, да и полноценная база, вы видите, там уже много сооружений, она вблизи лунного лимба, то есть того края лунодиска, находясь вблизи которого, мы земной шар видим у горизонта, вон он там впереди, земной шар, и свет от Земли, Земля полностью освещена Солнцем и работает, как фонарь, освещающий ночную, темную сторону Луны. И расчеты показывают, что там будет достаточно светло, Земля хороший светильник космический, она вполне может служить таким ночным осветителем Луны, и в этом смысле художник многое угадал, а посмотрите на ракету, это ведь не одноразовая, не какая-то капсула для одноразового путешествия на лунную поверхность, это полноценная многоразовая ракета. Вот Илон Маск мог бы взять свои, обтолкнуться своими фантазиями как раз от этих рисунков старинного художника. Наверное, его уже нет на этом свете, художника, но иллюстрация его еще возбуждает наше воображение. Теперь к Марсу. Следующее направление движения космонавтики это, конечно, Марс. Мы сейчас его активно исследуем, но руками роботов. А как к нему добраться человеку? Радиация, стесненные условия в небольшой космической капсуле, конечно, этому будут мешать. Но по поводу стесненных условий решение уже найдено. После взлета с Земли можно надуть одну или несколько дополнительных камер, помещений, дополнительных комнат для космонавтов. Вот такие надувные блоки уже испытаны. Испытаны несколько лет назад, в 2016 году на борту МКС надували такую. В сложном виде мы ее запускаем, потом надуваем, и в ней вполне могут люди и гимнастикой заниматься, и научные эксперименты, и какую-то оранжерею можно создать, если там полупрозрачные стенки будут, и солнечные свет туда проникнет. Таким образом, проблема тесноты решена, проблема невесомости практически тоже решена, там гимнастикой можно заниматься, поддерживать себя в тонусе. Но с радиацией и еще с некоторыми проблемами пока не разобрались. Например, могут ли люди долго функционировать в замкнутом экологическом цикле? Самый грандиозный эксперимент в этом направлении, это, конечно, биосфера-2. в Аризоне создали, посмотрите, какое огромное, но полностью замкнутое пространство. Там несколько человек попытались жить в течение нескольких лет. Там были разные условия, и субтропики, и сухие области, такая микросахара, и средние широты были смоделированы, и всякие птички, и мелкие животные там водились. То есть, вот такая микробиосфера была создана. Казалось бы, круговорот жизни должен был там самоподдерживаться. Ничего не получилось. Там начали грибки, плесень разводиться, начались конфликты, начались травмы у экипажа этого, так сказать, наземного космического корабля, и недолго продолжался эксперимент. Практически те же проблемы присутствуют и экипаж МКС, и тем более они будут у тех, кто отправится на Марс, потому что на Марс полет это на несколько лет вы будете оторваны от Земли и заперты в малом объеме. Вот это самая внутренняя часть биосферы 2, которая, казалось бы, все условия для жизни моделирует, но оказалось, что там долго жить невозможно. Ну и радиация. Как с ней бороться, вообще пока непонятно. Тут на картинке показано желтыми цифрами, какую дозу радиации получает человек в течение года в том или ином месте. На поверхности Земли, вот левая часть картинки, мы практически защищены от радиации толстым слоем атмосферы. В стратосфере, там, где мы на самолетах летаем, радиация уже вполне ощутима, но мы же недолго там летаем, в течение года, несколько часов там проводим. На МКС это уже проблема. Дело в том, что безопасной для человека считается радиация, радиационная доза в 5 БР в год. БР это биологический эквивалент рентгена, немножко устаревшая единица, но медики еще любят ей оперировать, 5 БР в год, а космонавтам разрешают получать до 10 БР в течение годичного полета, это определенный риск для здоровья, но приемлемый, как считается, и более года там сидеть никто вам не разрешит. А дальше на Луне, и тем более в межпланетном пространстве, доза только растет, и расчеты показывают, что полет на Марс, работа там непродолжительная, и возвращение на Землю дадут вам, вашему организму, дозу примерно в 80 БР. Это в том случае, если на Солнце не будет мощных вспышек, а каждая мощная вспышка на Солнце может вообще лишить космонавта жизни. Так что это проблема. Как от нее защититься? Быстро летать? Или сделать настолько грузоподъемную ракету, чтобы там можно было хорошую защиту радиационную с собой взять? Ну, вот пока надежда только на Илона Маска. Этот фантазер пытается сделать очень мощную, причем еще многоразовую ракету, которая будет летать туда-сюда. Вообще, он уже освоил многоразовые ступени у ракеты, первую, вторую, но полностью многоразовую ракету пока сделать не удается. Его надежда, о которой он объявил в 16-м году, это сделать гигантскую ракету, по-моему, сейчас она называется Starship, которая в несколько раз превзойдет по массе самую великую ракету космонавтики мировой, это Сатурн-5, ту самую, которую Вернер фон Браун сделал для полетов человека на Луну. Ну, Сатурн очень дорогая и технологически устаревшая ракета, а фон Браун, простите, Илон Маск объявил о том, что он будет делать еще более могучее, причем многоразовую, то есть она будет отправлять космический аппарат на Марс, там он сядет, заправится топливом, которое там же на Марсе будет изготовлено, отправится к Земле, тут его танкер, специальная ракета, взлетающая с Земли, заправит на орбите топливом и снова на Марс, и обратно к Земле, и снова на Марс. И так, такие полеты челночные могут сильно удешевить экспедиции на Марс. Правда, в 16-м году, наверное, Илон Маск замахнулся несколько преждевременно на гигантскую ракету, поэтому в 17-м году он объявил, что будет строить немножко менее грузоподъемную, но тем не менее тоже на экипаж из нескольких десятков, может быть, даже и сотни человек, и вот его проект сейчас воплощается в жизнь. Можно ли ожидать удачи? Я думаю, что можно, ведь сегодня Илон Маск производитель самых грузоподъемных ракет в мире. Falcon Heavy это сегодня вершина космонавтики, если иметь в виду грузоподъемность, так что следующий шаг, это не что-то фантастическое, а вполне, ну, первые эксперименты, вы знаете, были неудачными, а у кого первые запуски ракет были удачными, ни у кого не было, и у нас, у американцев, у китайцев первые ракеты терпели катастрофу, надо было отработать систему. Маск движется в этом же направлении, проходя через те же, наступая на те же грабли, но каждый раз вносит какие-то изменения, и я большой энтузиаст этих проектов, и хотя мне бы не хотелось, чтобы человек в ближайшие годы оказался на Марсе, но развитие космической техники в этом направлении, это, конечно, очень интересная задача, и потом человек сможет летать не только на Марс, и экспедиции могут быть с помощью такой многоразовой ракеты и на спутнике планет-гигантов, и может быть еще дальше, потому что грузоподъемная ракета способна защитить свой экипаж от радиации, то есть снабдить людей достаточно надежной, толстой защитой от радиации, это только мощная ракета может. Хорошо, прилетев на Марс, какие перспективы мы можем ожидать, там тоже высокий уровень радиации, атмосфера Марса плохо защищает от нее, ну, естественно, надо искать убежища, и мы их нашли, как и на Луне, на Марсе есть пещеры, и в эти пещеры мы надеемся, во-первых, сначала отправить туда роботов, проверить, нет ли там своей марсианской жизни, потому что пещеры марсианские это наиболее благоприятные для жизни места, ну, а потом, если окажется, что ее там нет, и мы можем, так сказать, обживать эти места сами, там можно создать базу для людей. В чем была проблема космонавтики, и остается проблема космонавтики, это, конечно, сильное притяжение Земли, мощное гравитационное поле. Ракета и многоразовая, и одноразовая, пытаясь оторваться от земной поверхности, уйти в космос, должна огромную массу топлива на своем борту запасать, причем не только горючего, но и окислителя, если речь идет о химических ракетах, а других мы пока не имеем, вот эта знаменитая формула Циолковского, этот страшный логарифм, который в ней стоит, он говорит о том, что стартовая масса ракеты должна быть, ну, по крайней мере, в десятки, во многие десятки раз больше того груза, который она собирается поднять в космос. Есть ли какая-то перспектива у химических ракетных двигателей? Небольшая. До сих пор вся техника двигателя строения отточена почти до предела. Вот знаменитый наш отечественный ракетный двигатель РД-180, который Америка покупает для своих ракет, мы его используем немножко в других модификациях, это, конечно, вершина технологий и вряд ли удастся продвинуться дальше. Пока они работают на довольно дорогом, ну так, средне дорогом топливе, это керосин авиационный и жидкий кислород. Но вообще-то в последние годы вот Илон Маск сейчас переводит свои двигатели на природный газ, и мы, наверное, тоже будем газовые двигатели делать. Каждый автомобилист знает, что на газу ездить дешевле, чем на бензине или на керосине, поэтому и ракеты немножко дешевле станут, но не намного. Все равно ракетный химический двигатель это, в общем, это тупик. А как выйти из этого тупика? Ну, создать двигатель на более эффективном топливе, например, на атомном топливе. Проекты такие есть, были даже эксперименты с атомными, с ядерными ракетными двигателями, но до сих пор они считаются опасными, грязными, и в случае катастрофы ракеты с таким двигателем это, конечно, будет второй Чернобыль, потому что там огромный запас радиоактивных веществ. А вот двигатели электрические, ионные, которые с помощью разности потенциалов разгоняют заряженные частицы до большой скорости, они, конечно, более перспективны. Формула Циолковского нам подсказывает, что надо быстрее выбрасывать вещество из двигателя, тогда у ракеты будет больший импульс в обратном направлении, меньшее количество топлива понадобится. И самая привлекательная черта электрических двигателей в том, что электричество это ресурс, который есть в открытом космическом пространстве в виде солнечного света. Раскинув батареи солнечных панелей, мы можем черпать энергию из солнечного света, и с помощью этой энергии разгонять, какой-то инертный газ, аргон, ксенон, разгонять до очень большой скорости с помощью ионного ускорителя. Таким образом уже летают космические аппараты в космосе, но, к сожалению, у таких двигателей до сих пор очень низкая тяга, буквально иногда граммы, иногда какие-то доли килограммов. На такой малой тяге требуется длительное время для разгона космического аппарата. С поверхности Земли он вообще не может стартовать, но уже выведенный в космос, он может постепенно ускорять себя и отправляться к далеким планетам, что до сих пор и осуществлялось. Но для полета человека и для старта Земли такие двигатели пока непригодны. У фантастов нередко фигурируют в романах фотонные звездолеты. Да, фотонный звездолет был бы самым эффективным реактивным прибором, поскольку быстрее скорости света вы ничего не выбросите из реактивного мотора, из реактивного двигателя, а свет это самое быстрое, что можно выбросить и получить толчок реактивную силу. Конечно, такие летающие фонари, фотонные ракеты, они требуют очень мощного источника энергии. До сих пор только в фантазиях в виде вещества и антивещества, аннигилирующего друг с другом, описывался полет фотонных ракет. Но есть некая альтернатива им, а именно атомная ракета, которая использует энергию взрыва атомных бомб. Атомные бомбы это то, что мы уже, к сожалению, освоили, атомные, водородные. И неоднократно высказывалась идея о том, чтобы использовать накопленный нами, на земле нами, американцами, китайцами и другими странами тоже, арсенал атомного оружия для запуска ракет. Взрывая атомные бомбы одну за другой в задней части ракеты, вы будете подталкивать эту ракету вперед. Ужасная перспектива, хотя, конечно, хотелось бы именно так атомные бомбы использовать, но пока она только в фантазиях. А фотонный звездолет как-то, наверное, можно было бы реализовать. Но как именно? То, что описано в фантастических романах, скорее всего, не осуществится. Есть проекты фотонных звездолетов, способных экипаж из нескольких человек за несколько десятилетий доставить к ближайшим звездам, где есть уже обнаруженные там планеты. Но стоимость этих проектов просто зашкаливает. И никакая страна, конечно, не осуществит такой проект в полноценном, в полномасштабном виде. Это фантастические деньги. Хотя вот проекты, конечно, уже есть, но пока они только на бумаге. Инженеры стараются найти какой-то источник энергии в космосе, но ведь улетев далеко от Солнца, вы уже лишаетесь солнечного света. А что там в космосе для полета ракеты? А там есть некоторое вещество, например, рассеянная, очень рассеянная среда, так называемая межзвездная среда в виде водорода и гелия. И, возможно, собирая ее с помощью большой воронки, можно было бы каким-то образом использовать как реактивное топливо. Но воронка будет десятки километров размером, и как создать такой уловитель разреженного межзвездного вещества пока непонятно. Давайте поговорим еще о малой тяге. Это шуточный рисунок из моей любимой книжки математика Белецкого, но действительно малая тяга это вещь перспективная. Ведь солнечный свет даровой, он просто вот так и напрашивается, чтобы его использовать. Более того, от Солнца ведь не только свет, еще небольшое количество разреженной плазмы с большой скоростью сотни километров в секунду покидает поверхность нашего светила. Это тоже определенный такой солнечный ветер. И почему бы нам не создать парусники используя этот ветер? Идея солнечного парусника витает в воздухе. И некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. Во-первых, давление солнечного света уже использовалось пока в экспериментальных небольших масштабах для того, чтобы на тоненькую пленочку осуществить давление и немножечко корректировать пока только движение некоторых космических аппаратов. полноценного солнечного парусника пока никто не создал, хотя проекты такие есть. Нужна очень тонкая пленка, отражающая солнечный свет. Технологии с изготовлением уже освоены. Правда, развернуть такой парус будет нелегко. Его размеры это тысячи квадратных метров, но в конце концов научимся это делать и тогда полетят такие... Вот видите, я в этом слайде написал запуск, намечен на 19-й год. Ну, в конце 19-го года уже было ясно, что начинаются нелегкие времена и 20-й год нам это доказал, так что многие космические проекты пока притормозились. Ну, вот любопытная идея возникла о том, чтобы использовать не только давление солнечного света, но и давление солнечного ветра, тех летящих от Солнца частиц, в первую очередь протонов, которые вообще говоря тоже какое-то давление осуществляют. Вот замечательная идея раскинуть такие проводнички, на которые отрицательный положительный электрический потенциал с помощью струи отрицательного выброса электронов, то есть тут выбрасываются с космического аппарата пучок электронов, которые заряжают весь остальной аппарат и вот эти электрические проводники положительным электрическим зарядом. И тогда летящие от Солнца протоны будут отталкиваться и передавать свой импульс этому космическому зонду. Идея настолько интересная, что ее уже попытались осуществить, ну, в экспериментальном, конечно, масштабе. Первый эстонский наноспутник уже проэкспериментировал вот с этим давлением солнечного ветра и ощутил его, то есть показал, что это вполне работоспособная идея. Это любопытное направление, и, наверное, оно получит развитие. Полеты к Солнцу очень опасная вещь, очень сложная технологически. Солнце выжигает и уничтожает все, что к нему приближается. Но это тоже направление современной космонавтики. Сейчас к Солнцу летит, и он все ближе и ближе, оборот за оборотом подходит. Такой солнечный зонд, ему дали имя американского физика, специалиста по плазме Юджина Паркера, кстати, он присутствовал при запуске этого аппарата, и он впервые описал динамику солнечного ветра достаточно подробно. Этот зонд все ближе и подходит к Солнцу, прикрыв себя от его палящего излучения специальным зонтиком, спрятавшись в тень этого зонтика. Но вот что любопытно, еще в конце 19 века российский инженер Ярковский предложил, а точнее говоря, предсказал очень любопытный эффект, на который в течение многих десятилетий никто не обращал внимания. А оказывается, он тоже может способствовать космонавтике. Эффект заключается в том, ну давайте посмотрим, летит космическое тело, ну пусть это будет небольшая планета, солнце освещает ее и нагревает его дневное полушарие этого шара. Тут ночь, холодно, тут день. Ну утром еще не очень высокая температура, в полдня она растет, а к вечеру раскаляется поверхность тела до предела, потом она еще теплая, но к полуночи остывает. Значит, вот эта вот вечерняя часть поверхности планеты, если она летит сюда и вращается вокруг оси так, как показано здесь, она будет наиболее мощно излучать инфракрасное тепловое излучение, накопленное здесь в виде солнечного тепла. И этот реактивный импульс будет подталкивать космический объект вперед, создавая некоторую тягу, так сказать, реактивную. Этот эффект, вообще говоря, он действует на движение астероидов, например, мы это замечаем, на движение искусственных спутников, мы это тоже замечаем, но его можно и использовать как даровой реактивный двигатель, который получает энергию от Солнца. Вот таким образом медленно, очень медленно, но верно, можно разгонять космический аппарат. Впрочем, идею уже не солнечного, а цветового паруса очень активно продвигает один из выпускников моего родного Московского университета, выпускник физфака, как и я, Юрий Мильнер. Он когда-то сделал вообще его основной бизнес, он не имеет отношения к физике, хотя Мильнер сам физик-теоретик, но он в 90-е годы пошел в компьютерно-банковский бизнес, заработал большие деньги, он сейчас миллиардер долларовый, живет сейчас в Калифорнии, но он придумал такой замечательный эксперимент, который позволит уже в нашу эпоху, при нашей с вами жизни, отправить небольшие космические исследовательские аппараты к ближайшим звездам, к планетам, которые рядом с ними находятся. Идея заключается в том, чтобы сам космический аппарат был чрезвычайно мал и легок, буквально с наперсток, а может быть даже чуть меньше наперстка. И привязав его к небольшому оптическому, как световому парусу, всего лишь размером 3 на 3 метра, буквально все это комнатные размеры имеет, но направив туда не солнечный луч, он слишком слаб, а мощное излучение лазера, или даже целой батареи лазеров, создать такое давление световое, которое разгонит этот аппарат до почти световой скорости, где-то 20, а может 25 процентов от скорости света. И он стремительно унесется ближайшим звездам и за несколько, ну примерно лет за 12-15 достигнет ближайших звезд. Еще одна перспективная идея, в направлении которой идут работы. Геостационарные спутники. Они далеко летают от Земли, на высоте 36 почти тысяч километров, но они постоянно висят над одной точкой Земли. Почему бы не соединить такой геостационар, а мы пользуемся ими пока как ретрансляторами радио и телевизионных программ, почему бы не соединить его с той точкой Земли, над которой он постоянно висит, и не запустить вдоль этого троса, каната лифт, обычный электрический лифт. Ну тут я для физиков показываю, как надо немножко поднять траекторию этого аппарата, чтобы он надежно двигался вблизи геостационарной орбиты, как он будет надежно там оставаться на заданной высоте, не дай бог немножко ниже опустится, упадет, но мы этого не позволим ему, и таким образом по нему, по этому тросу, может на электрической энергии, бесплатно черпая ее от солнечных лучей, бегать какая-то кабина, которая будет доставлять на геостационарный спутник, ну все, что нам нужно. А на геостационаре это вы уже практически в свободном полете, 36 тысяч километров от поверхности Земли, там уже геостационное поле Земли легко отпустит вас в межпланетный полет. Вот такая идея требует создания нового материала для троса, потому что трос длиной 36 тысяч километров, он из нормальных материалов, просто собственного веса не выдержит, не только вес кабины, но уже идет в этом направлении работа, и некоторые материалы на основе углеродных нанотрубок, например, они вполне способны выдерживать свой вес на протяжении вот такой длины, при таком огромном расстоянии, и на основе этих материалов уже создаются довольно длинные мощные канаты, начали, пока еще достаточно длинных не сделали, но все к тому идет, и, наверное, космический лифт будет реализован. Еще одна перспектива космонавтики, это использовать притяжение планет для доразгона космических зондов. Вот тут показаны две траектории, по которым давно уже, в 70-е годы, ушли к далеким планетам наши зонды Пионер 1, Пионер 11, Пионер 12, Вояджер 1 и Вояджер 2, и каждый из них использовал притяжение Юпитера, Сатурна и потом других планет, вот Вояджер 2 рядом со всеми четырьмя планетами гигантами пролетел, для того, чтобы доразгоняться, получать дополнительный импульс. Если развить эту идею дальше, вот я в свое время ее развил, то можно использовать не только планеты, можно использовать и звезды, мимо которых пролетает наш космический зонд, для того, чтобы таким образом, для иллюстрации бильярдный шар показан, как он отскакивает от более тяжелого шара, также космический зонд отскакивает с помощью гравитации и отправляется к далеким уголкам галактики, а под действием гравитации тех звезд, мимо которых он пролетает. Ну, я уже исчерпал свое время, поэтому рекомендую вам две книжки, вот эту книжку я очень люблю, она действительно как-то так отражает нашу работу астрономическую, и вторую книжку я советую уже как определенный курс астрономии, который был прочитан для студентов Московского университета и Новосибирского университета, эта книжка сейчас в продаже, а по-моему предыдущая тоже продается, не знаю, но я предпочитаю, чтобы вы в книжном магазине, конечно, нашли, и узнали больше о том, о чем мне хотелось бы рассказать, но время уже не позволяет. Дорогие друзья, я с удовольствием поздравляю вас с Днем Космонавтики. Очень приятно, что этот праздник родился в нашей стране, что наши инженеры, наши космические пилоты сделали то, что на многие столетия останется одним из главных дней в году. Праздник Космонавтики, это здорово. Космонавтика началась, но она никогда не кончится. Пожелаем нам всем успеха в космосе. До свидания. До свидания.